всем привет ребята сегодня речь пойдет мини печки зимнюю палатку для ловли рыбы подо льдом вот такой 2 консервных баночки у меня я сейчас покажу как я быстро ее охотовлю и очень как сказать палатки она как бы не согреет очень ну конечно уже будет немного намного теплее вот 2 небольших консервных баночки желтого цвета уже используемые выбрасывать я их не стал думаю покажу как я делаю мини печку и так это одна вверх другая вниз будет пока верх отложим в сторону начнем снизу вот так я беру маркер вот так и где-то здесь на днище будем делать где-то сантиметр от 1 будем делать вот такие пометки на расстоянии 1 1 где-то сантиметр полтора вот так и через одну еще одну такой будет делать для чего это делать это когда будет стоять или свеча или сухой спирт это для подачи воздуха чтобы он не затухала только разгорелся делал я в один ряд эти дырки закрывал консервный банк и другой тоже было и отверстие все равно тухнет не помогает мало подачи воздуха идет дело еще один ряд она такая ребристая у меня и здесь будто через одно ребро пропускают в сверлю вот в таком положении где-то я сверлю дырочки сейчас я покажу вот у меня мини дрель сверло где-то двоечка и вот так наставил можно все это проделать шелом или еще чем-то но мне удобно вот так и проделываю я два ряда вот так проделываю все дырочки и так проделал я два ряда дырочек вот таких поскольку сверло меня здесь двоечка все а сейчас будем предпилой вот эту часть вот этот ободок обрезать как раз по верхнему срезу по верхней вот этой волнистой такой паза этого простой пилкой чем угодно можно ножницами ну пилкой ножовочка по металлу она быстро 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 опиляется все мы сейчас это сделаем и так вот я перепилил видите уже вот это кольцо отпилил получается у нас уже без горлышко баночка мы здесь остаются заусениц можно и наждачная бумажка туда чтобы нигде не порезаться вот отлично оставляем в сторону это выбрасываю мусор это в сторону пока и поступаем следующий здесь тоже беру маркер и делают тоже на таком же расстоянии но только уже рядов будет побольше наверно 5 через одну вот так я себе намечаю и все это будем сейчас 4 ряда 5 ряда и делаем это уже сверху тоже получается как бы зна но это будет накрываться вот так значит значит делаем вот сверху так это у нас уже 35 еще 6 но еще делаем 7 вот таких отверстий мы будем сейчас в таком же порядке будем также просверливать берем сверло наставляем она очень очень будет забор на шилом уши вам долго и мучиться так нажали вот и пошли в таком же в такой же последователь сделаем все остальные вот ребята про делал немое отверстие вот так она выглядит уже вот сколько их раз два три четыре пять шесть рядов и получилось у меня это будет наверх это будет подбивать подбирать воздух а здесь будет выходить уже рассказать теплый воздух от свечи но пока мы не можем надеть что нам для этого нужно сделать отрезаем также вот это вверх отрезаем пилой очень просто пилкой можно чем угодно ножницами можно пилой просто отрезаем пилили мы это кольцо уже сверху выбрасываем его паса в сторону и также плоскогубцами вот это все очень-очень аккуратно выравниваем заусеницы эти можно наждачки так есть две баночки 1 1 вверх с дырочками больше здесь но теперь нам надо как-то садить на другую ответ не должна найти что я делаю делать простой метод я это тут немножко просто и сгибаю в одну сторону вот так где-то примерно через каждый сантиметр чаще вот и сгибая и так по кругу загнули изъебали изъебали он получилось у нас такое уже узкое место другую крышку вот она нам плотно находит вот как хорошо все она никуда уже отсюда не денется все почти пол грелки почти грелка уже сделано все видите как хорошо она даже мусору пилки всякие валялись даже трудно вытянуть провернули вытащили что надо вот она уже быстро на расходятся раз провернули она никуда уже не денется да ребят сейчас мы к ней дальше приделаем ручку вот у меня стальной проволока вот такая где-то миллиметр радиусом и сейчас я сделаю из нее ручку чтобы переносить потому что свеча внутри или сухой спирт она нагревается будет горячая в руку будет взять невозможно так будет ручка которая будет переносить или даже можно будет подвесить сейчас я с одной стороны за ну за и бай где-то размер сантиметр полтора и так же сделаю с другой стороны изгибаем проволочку вот одна сторона другая сторона и вот здесь у нас есть отверстие где мы проделывали чтобы нам ничего не мудровать вы просто его сюда вот впихай одну вставили ищем дебу нам чтобы где-то ровно она выходила приблизительно и вставляем аккуратно другую он получается у нас вот такая ручка стальной проволоки потом берем аккуратно и изгибаем в центр все у нас есть наша ручка переносить взялисти потому что она будет горячая а так можно очень аккуратно перенести и вот она ложится сюда на другую сторону подняли или даже подвесить подвесили себе она висит очень хорошо и можно поставить она уже не так будут нагреваться все ручка у нас пределы вот аккуратно можно переносить дальше что нужно много сейчас что я делаю есть такие свечи есть такие свечи например если вот такую свечу нам вставить на зажигаем ее она разгорается плавим немножко на свечу воска вот так пару капель чтобы у нас и потом представляем сюда свечу тушим и сейчас нашу свечу вставляем вот все наша свеча уже внутри также внутри ее сжигаем можно спичкой удобнее будет вот горит уже внутри наша свеча делаем дальше накрываем прокручиваем если есть необходимость что плотно вот вот уже нагревается вот уже у нас нашими не печь готова другая крышка там находится внизу чтобы дно не прогорела если сухой спирт этом получается такая немножко подушечка где-то получается вот очень красиво подвесили можно что-то поставить равно будет гореть уже уже тепло дает уже пошло тепло также можно сюда горячая не открутить открутил горит сюда же можно и сухой спирт завод на бросать греть и вот и даже ну света нее не будет мало потому что здесь булочки все равно надо подсветку лампочку можно такую свечу можно сухой спирт бросать вот всем кому понравилось приготовление в домашних условиях вот такой мини печи из консервных банок лайкайте жмите палец вверх всем приятных посмотров делитесь какими-то комментариями может кто-то еще усовершенствует какие любые разные виды есть тоже хотел бы посмотреть то как делает всем приятных просмотров и до новых встреч